Добрый вечер, в эфире Вести Карачаева, Черкесия, в студии Руслан Жукаев и коротко о главном. Бездомные животные. Вопрос остается открытым. Как оградить их от жестокого обращения? Проблемы обсуждали депутаты Единой России. Техника бойцам в военном комиссариате Узжигуты вручили ключи от автомобилей УАЗ и ЗИЛ военнослужащим, принимающим участие в специальной военной операции. Всегда на страже дорог. Свой профессиональный праздник отметили сотрудники ГИБДД. Отличившимся вручили грамоты и благодарности. Город мастеров. Картина Галерея Черкеска. Открылась выставка работ декоративно-прикладного искусства. Сегодня в парламенте Карачаева-Черкесии состоялась очередная сороковая сессия. В пленарном заседании принял участие глава республики Рашид Тимрезов. Он поблагодарил депутатский корпус за плодотворную законотворческую работу, проделанную во взаимодействии с исполнительной властью и органами местного самоуправления, а также за работу с избирателями, который призвал впредь уделять особое внимание. Рашид Тимрезов напомнил о предстоящих масштабных мероприятиях, приуроченных к празднованию столетия Карачаева-Черкесии, и призвал депутатский корпус активно включиться в работу во втором полугодии. Сложный вопрос бездомных животных обсудили в региональном отделении «Единая Россия» в Черкесске. Круглый стол прошел с представителями власти, руководителем госпиталя для тяжелобольных животных и волонтерами. Альбина Ламкова продолжит тему. Жаркая дискуссия развернулась по теме жестокое обращение с животными и проблеме бездомных животных. Особый акцент был сделан о необходимости их стерилизации и безответственном отношении к ним. Не исключили значимость социальной рекламы. Рассказали, какие шаги уже предприняты в решении этой проблемы. Парламентом Карачаева-Черкесской республики был разработан закон, который вступил в действие об ответственном обращении с животными, в котором предусмотрены все стороны этого вопроса. Помимо этого, в республике существует уполномоченный орган, который непосредственно осуществляет деятельность по надзору, отлову, стерилизации. Были и разногласия в ходе обсуждения проблемы. Одни кормят животных, а другие переживают, чтобы они не напали на их детей. Конечно, здесь необходимо компромиссное решение. Как бы наше общество разделилось на тех, кто за животных, и те, которые как бы против животных, и вообще их появление в нашем быту. Но, я думаю, однозначно все присутствующие, да, вообще большинство россиян скажут, что без животных, без домашних животных, мы, наверное, сегодня себе и жизнь не можем представить, без этих кошечек обыденных во дворах, без собачек, понимаете, без обидных. На встрече обозначили основную проблему бездомных животных. Она состоит в том, что они в большинстве изначально были домашними. Ещё обратили внимание на жестокое обращение к ним. Таким помогают в госпитале для тяжелобольных животных. Но, к сожалению, он переполнен. На животных выбрасывают, запаковывают в пакеты. Живыми? Живыми запаковывают в пакеты, выбрасывают просто как мусор. Люди находят, обращаются к нам, мы их берём, сами выкармливаем, ищем дальше хозяев. И эта ситуация с каждым днём прибавляется, и таких случаев становится всё больше. Сколько вы, собачек, единовременно можете оказать помощь? Ну, так как у нас территория небольшая, мы можем содержать не больше 15 собак, ну и не больше 40 кошек. Но на сегодняшний день у нас больше 30, да, 38, наверное, собак. То есть у нас уже и не хватает мест, мы ищем постоянно передержки. Мы в ответе за тех, кого приручаем. Не просто красивое высказывание. Эта фраза имеет глубокий содержательный подтекст. Наверное, половина выброшенных собак – это собаки домашние. Это, наверное, главный довод, прозвучавший за круглым столом. В итоге в отношениях животных и человек проблема исходит в первую очередь от последнего. От результата людей в отношении животных. Альбина Ламкова, Лебастанов, Вести, Корчаево, Черкесия. В военном комиссариате Узжигуты вручили ключи от автомобилей для нужд военнослужащих, принимающих участие в специальной военной операции. Ключи от автомобилей УАЗ и ЗИЛа от лица депутата парламента республики Марата Кумукова вручила заместитель главы администрации Узжигутинского района Светлана Лещенко. Она также отметила, что в администрации района действует пункт сбора гуманитарной помощи, куда жители приносят все необходимое для отправки военнослужащим на Украине. Думаю, что это очень своевременное, полезное. Помощь для наших военнослужащих. Это еще один яркий пример того, какими могут быть люди, которые умеют делать добро, быть добрыми и умеют быть патриотами своей страны. Сейчас время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. Еще 11-13, а днем 28-30 градусов тепла. Окна в рассрочку. Оконный комбинат. 8-938-333-92-00. С 18 июня по 17 июля. В Кисловодском цирке спектакль «Клоун», посвященный 100-летию Юрия Никулина. 2-96-58. Категория 0+. Накануне сотрудники ГИБДД отметили профессиональный праздник. В МВД по Карачаево-Черкесской республике прошло торжественное мероприятие, где инспекторами пожелали дорог без пробок, аварий и вежливых и законопослушных участников дорожного движения. Алла Качиева о празднике госавтоинспекторов. И днем, и ночью, и в зной, и в холод. Вот уже 86 лет служба госавтоинспекции несет трудную вахту по охране жизни и здоровья всех участников дорожного движения. Как известно, обстановка на дорогах разная. Культура поведения водителей и пешеходов также. И для обеспечения порядка на дорогах от сотрудников ГИБДД требуется высокая ответственность, бдительность, решительность и умение настаивать на букве закона. И даже сегодня, в свой профессиональный праздник, многие полицейские на посту. Ведь от их профессионализма зависит спокойствие, сохранение жизни и здоровья граждан. Слова благодарности прозвучали в адрес тех, кто посвятил свою жизнь служению в ГИБДД. Память погибших почтили минутой молчания и к памятнику возложили цветы. С каждым годом в России возрастает уровень автомобилизации граждан и интенсивность дорожного движения. Поэтому работы у вас, коллеги, становится все больше, а условия напряженнее. Хочу поблагодарить личный состав подразделения госавтоинспекции за многолетний добросовестный труд на благо страны и наших соотечественных. Мужество, выдержка и профессионализм. Убежден, что все задачи, стоящие перед вами и в дальнейшем, будут выполняться своевременно и эффективно. Особенно важна роль госавтоинспектора в Карачево-Черкесии, отметил председатель Народного собрания Александр Иванов. Он поблагодарил сотрудников ГИБДД за их нелегкий труд от имени главы республики и депутатского корпуса регионального парламента. Мы все жители республики, мы видим, как вы успешно справляетесь, достойно несете свою службу. Ваша профессия, она и почетна, и особенно ответственна, конечно же и опасна. Но вы представляете сегодня нашу республику для тех гостей, которые въезжают в город, не в город, а на наши курорты, едут со всей страны. И от того, конечно, как они встретят, как вы их сможете приветствовать по пути следования, зависит и их дальнейшее впечатление. Отличившимся сотрудникам в этот день вручили грамоты благодарности МВД России, МВД Пакарачева-Черкесии и Народного собрания республики. В Озжигутинском районе 22 инспектора ГИБДД. Руководит ими Расул Гагуев. На службе в госавтоинспекции он с 2010 года. На сегодняшний день майор полиции нисколько не жалеет о выбранной профессии. Наша главная задача – охрана общественного порядка, дорожное транспортное движение, сокращение смертности на дороге, чтобы водители, пешеходы и все участники наружения соблюдали меры личной безопасности и правило дорожное движение. Работа инспекторов ГИБДД, безусловно, сложна и морально, и физически. Проверка документов, выявление нарушений правил, оказание первой помощи пострадавшим при ДТП, их ежедневная обязанность. А самое главное – умение убеждать участников дорожного движения, что от них зависит как собственная, так и жизнь окружающих людей. Алла Качиева, Расул Бердию, Вести Карачева, Черкесия. С 10 марта в России введен мораторий на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц. Несмотря на это, представители ряда надзорных ведомств игнорировали решения федеральных властей. Ранее предпринятая на федеральном уровне мера была направлена на поддержку предпринимателей в нынешних непростых для бизнеса условиях. Кроме того, к ряду видов деятельности предполагается возможность автоматического продления срока действия разрешительной документации. Как отметили участники совещания в региональном правительстве, в Карачаево-Черкесии также имели место быть подобные проверки. На их необоснованность впоследствии указали представители прокуратуры республики. Основные новшества, которые оно дает, это разрешительные документы. Документы, срок действия которых заканчивается в период с 14 марта текущего года до 1 сентября текущего года, продлеваются автоматически на 12 месяцев. Принятая мера затронет такие сферы, как лицензирование алкогольной продукции к услугу такси и услуг связи. Но наиболее выгодными окажутся новые меры для предприятий, занимающихся импортом. Возить продукцию на территорию Российской Федерации можно будет без маркировки. При этом маркировка должна быть нанесена на момент реализации продукции потребителям. Сегодня в картиной галерии Черкеска открылась выставка «Город мастеров». На ней представлены картины и работу декоративно-прикладного искусства. Все авторы – жители различных городов и районов республики. С приветственным словом к собравшимся обратился заслуженный художник Карачаева Черкесии Юрий Карасов. Он пожелал успехов участникам экспозиции и отметил, что качество представленных работ по сравнению с прошлым годом значительно возросло. Вход на выставку «Свободная экспозиция» продлится до 20 июля. До этого времени жюри определят авторов лучших работ и наградит их «Город мастеров». «Город мастеров» проходит в республике уже третий год. Я с нетерпением ждал, чтобы посмотреть данные работы. В прошлом году мы проводили точно такой же праздник. Должен сказать, уровень в этом году значительно вырос, потому что уже те мастера, которые в прошлом году выставили в этом году, они уже кое-что, наверное, осмыслили, кое-что они уже по-новому взглянули. И работы, которые вот сегодня мы увидим, они значительно профессиональные, значительно лучшие и по качеству, и по содержанию. Это очень нужное мероприятие. Мы, например, обучаем студентов, у нас есть такой предмет «Народно-художественные промыслы». Мы выискиваем мастеров, которые живут у нас в Карачаево-Черкесии, но о них никто не знает. Они о себе не говорят, организованно их не выставляют. Поэтому я считаю, что это обязательно надо проводить. Ну, минимум раз в год это нужно делать. Это все вести на сегодня. Прямо сейчас смотрите «Вечер» с Владимиром Соловьевым. Всего доброго и до завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова